Слышно суд? Суд слышно? Да, я слышу. Потерпевших Булатбаева, Токсанбаева, представителей потерпевшего РГО Агентства по регулированию развития финансового рынка по доверенности Цой Джуруновой, представителей потерпевшего Акимата города Алматы по доверенности Уразалиева, подсудимого Мамай, защитника адвоката Иманбай, защитников адвокатов Болгабаева, Кенжибаева, Переводчиков, Даулетова, Дауткулова, Садыков, Назарова, Садыкова, рассмотрев открытым судебном заседании с применением аудио-видео фиксации программы «Подсудимым видеофиксации» в общем порядке уголовное дело по которому Мамай, Жан Булат, Мамай Улы, 15 июня 1988 года рождения, уроженец города Алматы, Казах, гражданин Республики Казахстан, с высшим образованием, не имеющий судимости, работает координатором общественного фонда «Клуб казахстанских журналистов», проживает Алматинская область, Карасайский район, село Каргауды, улица Акши-73, находится под меры пресчения в виде домашнего ареста, обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 378, ч. 2, 274, ч. 2, п. 3, 272, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд в порядке статьи 402 оглашает вводную резолютивную часть приговора, руководствуясь статьями. 387.402 УПК Республики Казахстан суд приговорил Мамая Жанбулата Мамайулы признать виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 378, ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и освободить его от уголовной ответственности за истечение срока давности. Мамая Жанбулата Мамайулы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 274, ч. 2, п. 3, 272, ч. 1 УКРК, и назначить наказание по статье 274, ч. 2, п. 3 УКРК в виде одного года ограничения свободы, по статье 272, ч. 1 УКРК в виде 6 лет лишения свободы в соответствии со статьей 50, ч. 3 УКРК, с лишением права на занятия общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях сроком на 6 лет. Соответственно, статьей 58, ч. 1. 3 УКРК, путем поглощения министрого наказания более строгим, окончательно назначить к отбытию Мамай Жанбулата Мамайулы по совокупности правонарушений и наказаний в виде 6 лет лишения свободы на основании ст. 50, ч. 3 УКРК, с лишением права на занятия общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях сроком на 6 лет. В соответствии со статьей 63 УКРК Казахстан назначено наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Меру пресчения в отношении Мамай в виде домашнего ареста оставить до вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу отменить. В порядке ст. 62, ч. 4. Время содержания под домашним арестом со 2 ноября до вступления приговора в законную силу подлежит зачету срок наказания в виде лишения свободы из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы. Время содержания под стражей с 12 марта 2022 года по 2 ноября 2022 года подлежит зачету срок отбывания наказания в соответствии с требованиями ст. 62, ч. 3, п. 2 УКРК из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в виде лишения свободы. В силу ст. 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан установить пробационный контроль за поведением осужденного Мамай, возложить на него обязанности, не менять постоянное место жительства без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного. По требованию сотрудников уполномоченного государственного органа представлять объяснение и иные документы, необходимые для ошления контроля над поведением осужденного. Явиться по первому вызову уполномоченных государственных органов, не выезжать за пределы населенного пункта по месту жительства без письменного разрешения уполномоченных государственных органов, контроль над поведением осужденного МАМА и возложить на уполномоченных государственных органов по месту жительства осужденного. Обязательно МАА явиться в 10-дневный срок по вступлению приговора в законную силу службы пробации и растить последствия неисполнения этой обязанности. Растить по судимому ответственность при отмене условного осуждения или продлении испытательного срока предусмотрено статьей 64 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В случае совершения условного осуждения в течение срока пропорционного контроля умышленного преступления средней тяжести, тяжкого, особо тяжкого, суд отменяет условное осуждение, назначает наказание по правилам, назначенные наказанием по совокупности приговоров. Взыскать МАА в доход государства процессуальной издержки в сумме 8408 833 тенге 94 тенге, взыскать МААА в фонд компенсации потерпевшим принудительным плачевшим в сумме 61 265 тенге, вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, оставить хранить на весь период хранения дела. Приговор может быть обжалованным, принесено ходаться прокурором в Алматинский городской суд в течение 15 суток через районный суд номер 2 Басандыгского района города Алматы. Стороны вправе ознакомиться с протоколами судебного заседания. Подсудимый МААА, вам приговор ясен? Садитесь, суд разъяснит вам приговор суда. По мере пресечения я хотел узнать. Мера пресечения в виде домашнего ареста остается прежним до вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу будет. А все вот эти указанные там требования, они остаются такими же, да, получается? Запрет там выезд из жилища и так далее, да? Ну, то, что вот указано в постановлении. Да, пробационный контроль. Нет, 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 я имею ввиду домашний арест, режим домашнего ареста. Да, да, все требования домашнего ареста, они остаются прежними в поступлении приговора в законную силу. Поскольку вам назначена условная мера наказания, то, соответственно, назначен пробационный контроль, по которому вы обязаны в течение 10 суток в поступлении приговора в законную силу самостоятельно явиться в службу пробации по своему месту жительства для постановки на учет. Поскольку, если вы сами самостоятельно не явитесь, то это будет первым нарушением исполнения наказания в части отбывания. И в последующем суд вам зачитывает еще раз, что на вас возлагаются не менять постоянное место жильца без уведомления полномочиями государственных органов, по требованию сотрудников полномочиями государственных органов представлять объяснение и документы, необходимых для швынья контроля. Явиться по первому визу полномочиями государственных органов, не уважать за пределы населенного рынка по месту жительства, без письменного разрешения полномочиям государственных органов. Контрольное поведение москлужбенного возложено полномочию государственных органов по месту жительства вашего. И обязательно явиться в течение 10 суток после тени. И все, в службу, пробаться по своему любому служительству. Пожалуйста, отключите микрофоны. Мы представили просто неопровержимые доказательства, я считаю, моей невиновности. Не согласен с приговором. Десятки свидетелей здесь выступали и полностью подтверждали о том, что я не призывал к массовым беспорядкам. Но несмотря на это, вы носите такой приговор. Я считаю, что он полностью политически мотивированный приговор. Естественно, я с ним не согласен. Не согласен с приговором. В праве его обжаловать в течение 15 дней? Конечно, мы обжалуем. А мы сегодня получим в полном объеме приговор или в течение 5 дней только? Вы сегодня не получите приговор, поскольку сейчас я ухожу на другой процесс. Но завтра-послезавтра с вами свяжется секретарь и сообщите. Тем более, приговор объемный. Его надо распечатать, соответственно, заверить. Получите приговор завтра-послезавтра. Ну, завтра. Скорее всего, завтра уже приговор получите. Поскольку надо его распечатать по всем участникам процесса. Можно еще тогда вопрос? Можно вопрос еще? В интересах моего подзащитного. Можно один вопрос? Пожалуйста. Просто практикуется, как обычно, после приговора отменяется все-таки мероприятие. Мы не ожидали это. Вот ранее мы ходатайствовали перед судом о том, чтобы на... Ну, пока домашний арест есть, чтобы же он был от разрешения, медицинское обследование давали. Вот разрешение есть? Можно, да? Он до конца пройдет пока. В части получения медицинского образования запрета никакого нет. Я уже неоднократно повторяла это, еще раз повторю. Я даже вам на ваше письменное обращение давала разрешение, чтобы МАМА прошел обследование или медицинское лечение. По поводу общественно-политической деятельности и политической деятельности будут разъяснения об суде или что имеется в виду, что подразумевается? Это дополнительное наказание в порядке статьи 50-й части 3-й. Суд назначил дополнительное наказание подсудимому с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, подсудимому совершена организация массовых беспорядков. И с учетом профессиональных навыков Жангулата МАМАИ, что... А что именно запрещается по приговору суда? Что именно запрещается? Какая деятельность? Именно что? Можете перечислить, пожалуйста? Общественно-политическая деятельность и публицистическая деятельность в социальных сетях. Ну что это понимает? Это понимание, что Жангулат МАМАИ не имеет права публиковать в социальных сетях от имени Жангулата МАМАИ и от имени партии свои выступления, высказывания. А если... Вот такой вопрос. Вот просто очень непонятно. Первый вопрос по именно социальным сетям. Первое. А если кто-то создаст фейк под именем Жангулат МАМАИ и будет публиковать? Первое. Что тогда? Во-вторых, у него есть аккаунт Жангулат МАМАИ, но его будет не Жангулат МАМАИ вести, а Инга или другой человек. И третьих. А если он мне, допустим, в социальных сетях, к примеру, напишет с поздравлением с днем рождения, это тоже будет считаться нарушение? К примеру, с днем рождения поздравил? Или просто фотку о природе выставил? Это тоже нарушение? То есть, именно все соцсети вести? Или как это понимать? Непонятно объем, границы? В части публикации поздравления с днем рождения это никто ему не запрещает поздравлять. А если будут фейки, то это право Жангулата МАМАИ обратиться в суд, если от его имени будет дана какая-то ложная информация. Я не думаю, что суд должен консультировать в этом плане МАМАИ. Но то у него есть адвокаты. Весь от его имени будут фейки. Еще разъяснения требуются участникам процесса? Если разъяснения не требуются, еще раз повторяю, что в случае несогласия с приговором суда он может быть обжалом через 15 суток с момента оглашения, а также стороны в праве ознакомиться с правами судебного заседания. Судебное заседание закрыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.